Итак, всем привет! Сегодня у нас анбоксинг PlayStation 4. Купил я ее вчера за 20999 рублей в DNS. Сегодня я решил сделать на нее анбоксинг. Вот, давайте приступим и начнем ее распаковывать. Давайте начнем оглядывать, так скажем, коробку. Ну, в общем, коробка простая, минимализм. В отличие от коробки третьего PlayStation, могу сейчас даже принести, но сравнение позже, она сделана более глянцево и приятно. И картон такой приятный. Ну, дело не в картоне. Давайте отглянем. Так, здесь у нас, что идет в комплекте, пишется. Ну, это хрень. Здесь у нас, в общем, вся информация о консоли. Давайте я приближу. Вот здесь информация. Killzone в плену страха. Это у нас такой некий эксклюзив на PlayStation 4. Здесь у нас игры Watch Dogs, Infamous, Second Son и все прочее. Здесь, типа, чувак играет с гарнитурой. Ну, в общем, все круто. И еще здесь ввели PlayStation Plus. Это не для жадных людей. Это 1800 рублей в год, чтобы поиграть в мультиплеер. Также 0, плюс. Ну, еще бы оно и было ясно. Так, DualShock 4. Оглянем мы его позже. Давайте приступим к распаковке этой коробки. Что же находится внутри? Ну, внутри у нас находится... Простая белая коробка. Так, ну, вот эта коробочка. Видите, она вот так вот сделана. Ну, из картона просто сделана. Слепили вот просто из фуфла. И вот таким вот образом выглядит коробка. Просто белый монолитный кусок гофрированного картона. Ну, давайте распечатаем ее. Ну, вот она распечатывается у нас. Открываем. Ну, а внутри у нас такая вот комплектация. Ну, первым делом нам кладут сюда диск Uncharted 3, Иллюзии Дрейка. Uncharted 3. Так, Uncharted 3, Иллюзии Дрейка. Ну, там буклетики, херетики. Это все. Не нам. Также нам кладут градусник. Зачем градусник? Ну, чтобы вы мерили каждые, сука, полчаса, насколько нагрелась ваша реактивная консоль. И стоит ли ее охлаждать и покупать к ней... Как они? Вентиляторы для ноутбуков, подставки. Ну, оно и ясно. Дальше у нас идут буклетики из документации. Давайте их достанем. Вот они документы. Так, вот Дрейк, да, например. Вот это первая документация у нас. Дрейк вот здесь. Здесь у нас лежит Ванамас. Еще раз Ванамаса нам туда положили. Ванамаса добрят полигончиков. Вот так. Здесь у нас документация Quick Start Guide. Так. Краткий справочник. Справочник, наверное... Обычно справочники у меня ассоциируются справочник школьника. Такие раньше были справочники. Но оно и ясно. Справочник школьника. Так и есть. Руководство по безопасности. Ну, читать мы это не будем. Конечно, мы будем кидать консоль с пятого этажа. А также нам кладут сюда жидкое мыло. Жидкое мыло. О, боже! До Алшок 4! Смотрите-ка! Мать его! Четвертый до Алшок! Дальше что у нас кладут туда? Дальше у нас кладут туда... Опа! Гарнитуру. Давайте взглянем на гарнитуру. Так, ее сначала надо распаковать. Смотрите, гарнитуру-то эту. Е-мое! Вот, мы ее открыли. И смотрите. Гарнитуру сделали для инвалидов. Ну, одно ухо, понимаете? Одно. Еще и пахнет дешевым пластиком. Ну, как будто наушники на вокзале за 300 рублей какие-нибудь там... Орбита или как они их называют. Дальше у нас идут шнуры. Причем, очень короткие шнуры, по ходу всего. Вот, смотрите, шнурок, да? И шнурочек-то у нас короткий. Вот. Ну, вытянутых рук еле хватает. Это шнур питания, между прочим. Покупайте переходники, тройники, собирайте евророзетки. Не знаю, чем занимаетесь, но... Электричество вам надо все равно протягивать будет. Так, HDMI-шнур, которых у меня и так хреново куча. Так, мне еще один присунули. Спасибо большое. И... Ну, это шнур питания для DualShock 4, который разряжается раз в день. Представляете? Раз в день. Далее у нас идет... Тан-та-та-тан, там-та-тан. Тан-та-та-тан, там-та-тан. У нас идет консоль. Давайте ее распечатаем нежно и аккуратно. Вы что, издеваетесь? Завернули в пакетик! Завернули! В пакетик! Ну, вот сама консоль. Смотрите, что она из себя представляет. Срезанный монолитный кусок двухслойного пластика. Ну, нормально, в принципе, смотрите. Сзади дырки, чтобы ваша реактивная консоль выпускала свой реактивный воздух. И реактивное топливо оттуда вылетало с неимоверной горячей скоростью. Для чего нам, собственно, сюда и положили градусник. Чтобы вы... Куда мне интересно вставлять градусник-то? Так, градусник, наверное, вставляется вот сюда. Видите, специальное отверстие. Да, действительно, градусник вставляется туда. И вы будете замерять, сколько ваша консоль нагрела градусов. Вообще говоря. Далее. Сюда шнур питания, HDMI, ламп, шнур, который, конечно, потом вытащите оттуда. И еще какое-то дерьмо, не знаю. Так, здесь прежде всего, опять же, два USB-порта для джойстиков и для их питания. Здесь дисковод. Здесь нихрена, здесь нихрена. PlayStation 4. Так, и какие-то предупреждения. Ну, чтоб, наверное, не подставляли руки. Это опасно, это реактивное топливо, что вы хотели. Ну, давайте теперь время сравнений. Сравним два джойстика. Ну, первый это DualShock 4. Второй это DualShock 3. Видите, да, разницу между ними двумя. Как бы, вот. Но первая разница, это ощущение, что вот этот лежит в руке полностью. Охватывает рогатку эту. А этот, этот просто. Ну, это просто дерьмо. После DualShock 4, когда вы берете DualShock 3, вы просто берете в руку детскую игрушку, там, 80-х годов советскую, с дешевого пластика. Вот эти вот, видите, еще щели, они вбиваются между рук, вот так вот, и прижимают их. Здесь, как бы, такого пока нету. И вот эти вот нижние L2 и R2, они, короче говоря, удобнее на порядок. Здесь они закруглены, их надо усилия жесткие прилагать, а здесь слегка. Также сенсорная панель, которая, как бы, на ноутбуке. И там, большинство игр, например, War Thunder, там просто мышка управляется вот таким вот образом. И еще она нажимается, между прочим. Светильник, который садит вашу батарею. Неизвестно, зачем он сделан. Options, кнопка и Share. Кнопки Start и кнопки, что там, Select? Нету. Посмотрел даже, убедился. Так, здесь также разъемное говно на всякое, питание наушники и... Так, стоп. Ага, это я вот это. Перепутал немножко. Также здесь карбоновое покрытие, смотрите, карбон. Infrax Carbon. Ну, а теперь давайте сравним сами консоли. Еще и дисковод открыли. Ну вот, слева вы видите, отгадайте, что вы видите, это, конечно же, PlayStation 4. Справа у нас PlayStation 3. Супер-слим. И обе на 500 гигабайт, между прочим. Вот. Так, я не той стороной повернул. Надо лицевой сделать. Вот так вот лучше. Как видите, она стала больше. Ну, еще бы. И дисковод не открывается вот так вот. Порашено. Также кнопка включения какая-то слишком сенсорная. То есть ты не нажимаешь, по сути, а проводишь пальчиком, и она включается. А здесь... Ну, я не знаю. Силы нужны. Прилагать еще иногда даже. Ну вот. PlayStation 3. PlayStation 4. Да, и еще теперь гладкий пластик, с которого скатывается все. Вот таким вот образом. Ну, PlayStation 3, PlayStation 4. В общем, на этом все. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. С вами был Такс. Пока. И ждите следующих прохождений по играм на PlayStation 4. Субтитры сделал DimaTorzok